всем салам и солнечного осеннего ташкента продолжаем наши поездки по прекрасному городу ташкенту это вот продолжение предыдущего ролика вторая часть мы едем от метро айбек улица бег в сторону хума арена это вот бывший проспект космонавтов справа сейчас будет аллея где находятся голубые купола ну а слева вот это вот здание высотное бывший жемчуг ювелирный магазин был насколько я помню ну здесь конечно все дороги и придорожные инфраструктуру просто прекрасно газоны вон все там цветы центр города вот мы сейчас проезжаем перекресток шарафа рашидова бывшие по проспекту ленина был наш ислам карима мне подсказали эта улица узбекистанская спасибо кто мне подсказывает очень много подписчиков которые помнят как назывались старые названия дорог улиц районов вот мы сейчас тоже по моему улице абая ну а мы подъезжаем перекрестку бешагач улице вот перед нами это здание хуму арена проглядывается ташкент сити здание это лест ван предыдущим ролики до этого еще я приезжал с показывал и этот район наверное скоро будет таким деловым центром вот здесь тоже вот строится такое высотное здание конечно же когда построить мы снимем ее знаем что здесь строится такое ощущение что все таки есть парковки первые этажи ну будем посмотреть ну а мы подъезжаем бешагач площадь сейчас мы сделаем похуже поисков до этого была еще видеоролик и первый час еще до этого мы заезжали в ракат махаля также мы заедем но уже оттуда мы поедем в сторону чорсу это вот наш бывший комсомольское озеро парк сейчас это magic city популярный ну а мы по улице бобура едем вообще-то здесь по моему улица фуркат называется за мостом уже по моему улица бобура называется здесь вот видите строительные машины так как ведет стройка ударными темпами вот это набережная вот это у боссу здесь очень красивый комплекс строится там вот такие вот виды здесь у нас шоппинг центр next тоже многолюдно здесь и мы сейчас заедем опять на эту улицу вот так бывает что месяцами сюда не ездишь а потом в день или в два дня и попадаешь одну этаж адрес и вот сейчас последнее время каракомыш мне не попадается например а раньше вот ни слова никак не мог попасть сейчас очень часто туда ездию ну а этот комплекс справа я даже не знает задняя часть по моему ай сити наверное это ай сити наверное это все это вентиляция наверно там все таки холодно а это наверное по моему задняя часть ай сити ну а здесь я уже говорил выезд из парковки так что если будете заезжать парковка отсюда выехать можно налево сразу на бамбура а можно отсюда направо через ракет махана и намокими уйти осенние виды тоже в ташкенте очень красивые становятся вот золотая осень на подходе если еще сейчас пару раз ветер будет то листьев конечно же не останется ну вот уже вот такие вот красивые пейзажи в ташкенте мне вот просили тоже ресторан сазанчик сделать обзор ребят я честно скажу я обзоры не делаю так как не все любят обзоры делать ну хозяева там кафе магазинов и много не нравится особенно бывает что и посетители тоже как-то косо смотрят я как-то снимал обжорные ряды просто сидел так панорамка немножко сделала и женщина она прям занервничала зачем снимаешь не снимай меня ну чтобы избежать этого я как-то обзоры стараюсь не делать также чтобы вот торговый центр обзор сделать надо разрешение базары тоже просто прийти и снимать тоже как-то не разрешается на улицу можно на улицу можно снимать ну а вот такие вот места как магазины базары шоппинг-центры сложно немножко сложно поэтому чтобы избежать недоразумений я стараюсь не делать обзор могу по кварталам прогуляться вот на машине вот такие вот без проблем ну вот прогулки почему тоже мало делаю просмотров очень мало почему-то не любят люди смотреть многие просят ну когда делаю вот я вот сделал вот этот слева вот этот набережный тоже просмотры можно сказать небольшие ну а мы сейчас едем в сторону чурсу сейчас мы подъедем площадь бешагать уже с этой стороны по улице это же улица фурката вот мы в ту сторону ехали виды красивые и в эту сторону пока вот солнце еще высокое можно вот красиво снимать потому что при закате или при восходе солнца и зимой тоже будет сложно когда едешь в сторону солнца съемки очень-очень нехорошие некрасивые блики дает вот когда вот солнце на пике вот мы сейчас в ту сторону ехали красивый вид был вот сейчас едем в эту сторону тоже виды красивые ну я вот специально снимаю чтобы было в 4к и хорошая видимость такое ощущение что присутствие мы сейчас подъезжаем площадь дружбы народов вот наш флагшток немножко ветреный раз флаг развивается ну а мы подъезжаем перекрестку вышеузбекистанская ныне ислама каремова справа вот они ташкент сити ну а мы по дополнительной дороге выйдем на площадь хадра не съезжая на основную дорогу справа у нас жилой комплекс буньоттор тоже очень дорогой такой там очень много пустых квартир и тоже продаются не знаю почему в последнее время вот эти стоянки вокруг этого все заняты с чем это связано непонятно может я так думаю все-таки заезжать на машине в ташкент сити стоит 20 тысяч ну здесь оставил и крючком прошелся может из-за этого я так думаю может предполагаю может быть я не прав ну а мы подъехали в площади хадра вот наш купол ташкентский городского цирка точно не знаю функционирует он или нет по моему функционирует и так сезонно ну а мы выезжаем на улицу Наваи здесь конечно все-все вот газоны идут посередине это все-все-все здесь как мы видим облагорожено очень красиво сделано ну вот этот перекресток правда сейчас очень загруженный становится потому что вот справа машину вот ставят парковок нету вот и здесь вот останавливаются такси надо и маршрутки и автобусы и вот из-за этого образуются пробки здесь у нас справа адресе купель дождь и вот это здание бывшей гостиницы москва в унылом виде не знаем что с ним будет будем следить за событиями пока неизвестно ну а мы продолжаем здесь уже по моему улица называется так эту улицу Беруни эту улицу Беруни называется по-моему справа у нас рынок Чорсу ну а слева вот смотрите вот такое вот красивое стеклянное здание построили он еще в стадии за ним мы видим все таки есть многоярусная парковка но он все равно далековато от базара Шасулю надо еще пешком идти ну а мы едем прямо в сторону кинотеатра Гунча ну мы не доедем наша поездка скоро завершится не доезжая Гунча тут там дальше по моему Ц-26 назывался вот плохо кто знает этот район здесь 26 или дальше 26 Ц там 27 по моему 26 был ну я не помню честно кто помнит подскажете ну здесь тоже видите все изменилось красиво все сделали тротуары парковки газоны бордюры все есть ну а здесь мы сейчас повернем направо и на этом наша поездка завершилась всем желаю удачи здоровья берегите себя и до новых встреч пока друзья и до новых встреч я